А в Волгограде в преддверии Дня Учителя 120 педагогам общеобразовательных и дошкольных заведений были вручены муниципальные гранты. Наша съемочная группа познакомилась с одним из обладателей премии, а также узнала имя учителя, который получил в этом году статус народного по итогам городской акции. Обо всем по порядку в материале Елены Лыковой. Этим детям с самых ранних лет прививают любовь к своей малой родине, ее истории, культуре и традициям. Занятия проводятся в рамках областной программы «Воспитание маленького волжанина». Одним из тех, кто создавал проект, а теперь активно его реализует, является педагог 391-го детского сада Волгограда Марина Кузнецова. Мои дошколята делятся молодой преподаватель, знают местных художников, времена года мы изучаем по природным уголкам нашей области, ребята сами пытаются составить свою родословную. Но все усилия по воспитанию маленького волжанина станут напрасными, если не будет главного – чувство, что твоя профессия – это действительно твое призвание. Если дети тебя любят, ждут и скучают, это уже достижение того в своей профессии, чего в принципе мы должны все достигать. Это детская любовь, которую ничем не купишь. Если они ждут и скучают, это очень важно. Власти Волгограда в свою очередь считают важным поощрять достижения тех, кто работает в школах, учреждениях дополнительного образования, в детских садах. Марина Кузнецова в числе 120 педагогов города была удостоена в нынешнем году муниципального гранта. Его размер составил 50 тысяч рублей. Традиция примеровать лучших преподавателей за их нелегкий каждодневный труд существует в Лазном центре не первый год. Традиционным стало и проведение общегородской акции «Народный учитель». В 2010-м этот статус получила Людмила Яронтаева. Она преподает русский язык и литературу в лицее Красноармейского района. Я считаю, что быть учителем – это не замыкаться в своем коллективе. Все дети достойны самого лучшего. Если я где-то кому-то смогу немного помочь, ну почему бы мне не помочь ребенку из другого учебного заведения? Главным призом для Людмилы Яронтаевой стала туристическая путевка за границу. Ее предоставила компания «Интуравто». Второй год она выступает генеральным партнером проекта. К слову, акция «Народный учитель» проходит в Лугограде третий год подряд. О ее популярности среди горожан говорят цифры. Если в 2008-м участие в голосовании приняли чуть больше 10 тысяч человек, то в нынешнем уже почти 30 тысяч жителей областного центра выразили желание поддержать с помощью телефонных звонков, смс-сообщений и интернета любимого педагога. Это показатель того, что общество наше выходит из кризиса прежде всего духовного. И то, что наши земляки поддержали эту акцию, третий год она проходит масштабно, серьезно, как раз отношение к системе образования в целом меняет, меняет лучшую сторону. Не только власти, но прежде всего общество. Кстати, в качестве хорошего примера внимания властей к учительскому сообществу Роман Гребенников привел открытие муниципального музея истории народного образования Царицына Сталинграда-Волгограда. Учреждение культуры, рассказывающее о появлении и развитии городских учебных заведений, является сегодня первым в нашем регионе и, пожалуй, единственным на юге России. Елена Лыкова, Алексей Лунев, телекомпания «Актуба». Продолжение следует...